Когда меня спрашивают, о чём этот метод, что это за метод, чем вы можете помочь людям, я говорю, я могу помочь людям улучшить свою жизнь. Это звучит, возможно, вычурно, это, возможно, звучит как-то нереально, но это так, вот согласись, ты уже прошла это, вот просто согласись. Или скажи своё мнение, ты не должна со мной соглашаться. Я хочу, чтобы ты рассказала о своём мнении, о своём опыте, поделилась с нашими дорогими друзьями. Да, я уже не один раз рассказывала, как я пришла к Матрице, даже отдельный пост выставляла по этому поводу. Может быть, все, может быть, не все знают, что я совсем не дана в Германии, всего третий год. И, конечно, переезд в другую страну, особенно когда это вообще абсолютно полярная страна, той, где ты раньше находилась, где ты родилась, к примеру. То есть совсем другая культура, другой язык, жизнь совсем другая. И, естественно, для меня это был стресс, большой стресс для меня, для моей семьи. И мы приехали, мы начали здесь обосновываться, учить язык. И в какой-то момент я просто встала на распуть, и мне было даже страшно сказать, что страшно было, потому что я не знала, куда идти, что делать, вообще в каком направлении дальше двигаться. Я думаю, у многих такое есть ощущение. Ты как будто школьник после выпускного бала, ты вышел из школы, и вот она жизнь, она тебя встретила, и ты стоишь и просто вот в растерянности. Это может быть и развод. Это может быть любая жизненная ситуация, с которой каждый из нас встречался. У каждого своя. Но это такая ситуация, когда, казалось бы, всё, что человек, куда вкладывал свои силы, всё, что он делал, вдруг как развалилось, и человек стоит и думает, а что теперь? И думает, что всё. Это даже может быть смерть близкого. То есть есть много ситуаций, когда человек вдруг оказывается в такой точке, и он не знает, куда идти. И ему кажется, что у него нет больше сил, у него нет вдохновения. И вот на этом распуте, когда человек находится, и нужен кто-то, кто будет рядом, кто подаст руку и скажет, смотри, вот туда можно идти, смотри, какой ты классный или какая ты классная, смотри, сколько ты всего можешь. И тогда человек опять вдохновляется, убеждается, что это на самом деле так, и у него есть силы двигаться дальше. Ну вот, я благодарна судьбе, что именно в тот момент, когда я была на распуте, ты попалась мне на дороге. Я не знаю, кто кого нашёл, или ты меня, или я тебя. Может быть, даже Вселенная нашла нас обоих, да, и соединила вместе. Скорее, вот так. Потому что действительно в тот момент ты мне подала руку помощи, и записавшись на консультацию, да, к тебе, меня одолевали сомнения. Нет, я вот буду сейчас откровенно. Да, да. У меня было столько сомнений в голове. Во-первых, начало, зачем мне это надо? Зачем мне эта консультация? Я тогда ещё не была знакома с методом матрицы, и просто что я знала, что нужно дату рождения, да, тебе дать, и ты меня проконсультируешь. Я уже дала тебе свою дату, и уже ждала эту консультацию, но у меня просто внутри была буря. Я сомневалась. Так, ну как же она меня там разложит? Что же она там увидит? И я начала думать, а вдруг сейчас Татьяна пойдёт по соцсетям меня искать, а потом думаю, господи, какие соцсети, одноклассники и Фейсбук, где пару фотографий? Я сразу эту мысль откинула. Ну, конечно, сомнений было очень много. Перед тем, как вот я ждала консультацию, я прокручивала сценарий, с чего там ты начнёшь, в каком это будет формате, там, гадание, негодание, что это вообще, потому что я была абсолютно незнакома с этим методом. И, честно говоря, консультация твоя меня очень удивила. И вот после этой консультации у меня какой-то переломный момент случился во мне, какой-то, знаешь, как была жизнь разделилась на до и после, потому что ты просто вот, ну, просто убила меня всем, что ты обо мне говорила. Друзья, приходите ко мне на консультацию. Я вас убью. Потому что это реально было вот всё обо мне. Всё, что ты говорила, прям попадало вот в десятку, прям в точности. Я узнавала в каждом слове себя. Даже мои минусы, ты сказала правильно, мою троечку. Минус — это контроль, это всё моё. И всё. И вот когда мы это с тобой обсудили, я поняла, что... Раньше я думала, что контроль — это супер, когда ты контролируешь всё, и всё под твоём контроле. Это вообще классно. То есть ты живёшь просто вот суперски. А потом-то я поняла, что это всё неправильно, что это надо в точности до наоборот сделать, и свой минус перевести в плюс. И вот оно, открытие, да, как будто ты спала всё время, и потом глаза — хоп, и у тебя открылись, понимание пришло к тебе. Вот. И вот с того момента у меня уже как-то поменялись мысли в другую сторону. Потом ты уже начала рассказывать о том, что ты не только консультируешь, но и проводишь обучение. И что если мне это интересно, с сентября, к примеру, да, мы начнём. Вот пиши там. Я, честно говоря, подумала об этом, и снова сомнения, зачем тебе это. Надо как будто кто-то внутри меня отговаривал. Знаешь, сейчас я уже знаю, кто это и что. Я сейчас уже это понимаю. А тогда это просто вот внутри меня там что-то крутилось. Зачем тебе это надо? Куда ты лезешь? Над тобой там будут смеяться или ещё что-то. Вот всякие глупости. Получается, в школе мы, у нас такой образуется круг светлых людей, да. И да, у нас тоже есть проблемы, да. Мы решаем, мы обговариваем. И вот эта матрица, она помогает не теории какой-то, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. Вот она помогает каждый день, да, с каждой вот жизненной ситуации, что бы то ни было. Ты знаешь, а, вот это, если я так сделаю, это будет плохо, а вот правильно, для меня, для моей семьи, для моих родных и близких сделать так. И это не всегда просто, да. Вначале идёт сопротивление, вначале хочется опять войти в старый мусто, хотела сказать. Как это сказать? Это действительно так. И я знаю, что ты тоже вспоминала, когда мы разбирали, допустим, отношения, наши взаимоотношения с супругом, в семье, и как это влияет на наши деньги, да. Когда-то у тебя вот такое было озарение, что, а, если я сейчас мужу в тык, да, то сразу там тын-тын-тын минус тысяча кг. Миру, да. Ушла в минус, и наоборот. Это было очень, да, да, интересно. Я даже рассказываю в своих эфирах о том, что наша матрица, именно тот метод, который изучаем мы, которому ты меня обучила, мы можем посмотреть даже, какое развитие в каждом, каждый год нам предлагают, какое в каждом году есть вот свое направление, свое уже дело, как ты пойдешь в этом году, да, то есть нету такого, что вот тебе сегодня там родить, а завтра там косить, да, нет. То есть тебе дается выбор, это тоже большой плюс матрицы, что она дает, показывает тебе, что может быть, какое развитие событий. А ты уже делаешь выбор сам, идти тебе направо или налево. То есть, опять же, за человека решать никто не будет. Опять же, решение нужно принимать самому. И это тоже плюс матрицы. Хотя некоторые люди, они очень боятся ответственности, а они боятся принять на себя это. Не только боятся, они хотят. Иногда легче же сказать, у меня муж плохой, у меня такая жизнь плохая, потому что у меня плохой муж. Или у меня такая жизнь плохая, потому что у меня были плохие родители. Или да что угодно. Но это не так. Это значит, человек перекладывает ответственность себя на кого-то. А мы учим взять ответственность на себя. Если вас кто-то вывел из себя, значит, вы позволили вывести из себя. Если вам, извините, кто-то дал подщечину, вы позволили, чтобы вам дали подщечину. И много других примеров. И вот эти знания, вот эта матрица, она учит просто в любой ситуации. Не то, что там настаивает. Да, вот как ты говоришь, ты можешь сделать так, но ты уже знаешь изначально, чем это закончится. А можешь сделать по-другому. И то же самое, ты знаешь, что будет лучше. И каждый день мы делаем наш выбор, чем мне еще этот метод нравится, чем он у меня отзывается. Он очень позитивный. Вот у него нету каких-то предсказаний, как ты сказал. Вы можете идти по своей жизни, как вы хотите, раскрываться, как вам нравится. Но он настолько позитивный, что смысл, что если вы будете идти, раскрываться, доверять своей интуиции, то у вас будет все. И деньги, и любовь, и здоровье, и красота, и вокруг вас будут светлые люди. То есть все, о чем вы мечтаете, это реально. Да, это действительно так. В этом весь класс, что там не бывает, ой, все, вот тут у тебя болезнь, вот тут у тебя потеря какой-то большой суммы и так далее. Нет, все в ваших руках. Справитесь со своей обидой. У вас не будет этой болезни. Напротив, вы исцелитесь и можете помочь другим своим примерам. И вот таким образом это все идет, это здорово, скажи. Да, конечно. Потому что, когда мы прорабатывали, допустим, родительско-детские отношения, мы прорабатывали, какие цифры у нас стоят в деньгах, либо в любви. И от этого мы уже плясали. Мы сами уже видели, какой плюс и минус имеет эта цифра. И ты уже по своим внутренним ощущениям ты понимаешь, в плюсе ты или в минусе. И что ты должен дальше делать? Больше всего мне в матрице нравится то, что здесь мы развиваем более духовность. Что не просто так, что сыпятся деньги нам от нечего делать, а то, что благодаря тому, что мы развиваем свою духовность, внутренний мир становится шире, богаче, глубже. и вокруг нас, естественно, все меняется. Наше окружение меняется, наши какие-то взгляды на жизнь. Если раньше на одного человека ты смотрел так, то теперь ты можешь взглянуть на него под другим углом. То есть, если раньше я кого-то не понимала, почему он себя так ведет, сейчас я вижу совсем по-другому этого человека. Иногда мне хочется таких людей, которых я раньше не понимала, пожалеть, либо подсказку какую-то дать. Но опять же, я не могу говорить «делай так и делай так». Выбор всегда за человеком. И это очень меняет жизнь. У меня вообще поменялась жизнь конкретно. Когда я пришла первый раз на консультацию и сейчас, ну это просто небо и земля. Я вижу позитив, я вижу плюс от того, что я занимаюсь этой матрицей, за то, что я этот метод изучила, и плюс я уже начала консультации проводить. Это не бесплатно, поэтому я уже чувствую, что и прибыль идет в мой карман. И то, что я могу людям подсказать тоже, это еще больше плюс, чем денежный. Потому что я вижу, как люди начинают меняться. Когда вот перед консультацией, честно скажу, я прям молилась, я просила Вселенную Бога помочь мне донести до человека то, что я в матрице увидела, для того, чтобы это помогло именно понять суть, что ты должен сделать для того, чтобы в твоей жизни были только плюсы. И когда я слышала, что консультация моя понравилась, что человек понял, куда ему нужно идти, да, и что сделать, мне это прям вот как, я не знаю, медом. Вдохновляет. Это вдохновляет делать дальше. Грылышки растут, и хочется всех обнять, сказать, друзья, я могу вам помочь. А иногда хочется кричать, когда я вижу, что у человека, ему так нужна помощь, ему надо вот, ну так надо изменить, пересмотреть это, и все реально. И мне хочется иногда кричать, ну когда вот тебе уже хватит, когда ты скажешь, стоп, я больше так не хочу. Ведь есть всегда выход из любого положения. Это действительно так. И да, мы в школе улучшаем свою жизнь, но и автоматически жизнь наших родных и близких улучшается. Отношения улучшаются с родителями, с детьми, с любимыми, с нашими мужьями, и с коллегами, с друзьями. Но все так меняется, вот как это объяснить, да, научно, как это сказать, это просто невероятно. Потому что матрица все-таки построена на научном каком-то методе, то есть там расчеты, там формулы. И это можно объяснить, то есть, если взять пример с бобами, это не вот я бросила бобы, если они упали налево, это так немножко. А там, то есть любой человек, любой тот, кто сомневается. И я вам скажу, я пришла в этот метод, я хотела узнать, где вот этот вот недочет, в чем подвох. Я хотела его найти. Потому что я не верила в свое время, что ну так не может быть. Думаю, я найду, я вот пошла на обучение, чтобы найти, в чем подвох, где обман, можно так сказать. Но чем дальше я изучала, тем дальше, чем больше я углублялась, я понимала, что оно еще, оно еще больше подходит, чем глубже темы мы развивали, но оно про меня, это про моего мужа или про мою маму. То есть я когда начинала это рассчитывать, вот это всегда, вот этот каждый, и причем чем дальше рассчитываешь, тем больше вот это удивление, да, что как, как это возможно? Это же невероятно, но оно подходит. И я уже это делаю много лет, и я до сих пор не нашла, в чем подвох этого метода. Я его просто не нашла. Он прекрасен, он замечательный, поэтому я его очень люблю. И поэтому я хочу поделиться им с людьми, я хочу познакомить этому методу, как можно больше людей, чтобы они тоже стали гуру своей жизни, чтобы не кто-то им говорил, не гадалка, не еще кто-то, вот делай это или то. Сама рассчитала, посмотрела, ах, все, я поняла, я знаю. Чем хорошо, что пройдя обучение, я все равно, как говорится, под крылом, да, я могу попросить совета, я могу написать любое время, дня и ночи, или Татьяна мне ответит, она мне даст совет, что мы подумаем, там может быть что-то, как говорится, мы подумали, и я решила, да, решение, конечно, принимать мне, но хорошо, когда есть человек, с которым ты можешь посоветовать. Что я хочу сказать, опять вернуться к тому, что у нас контакт идет во время обучения, каждый день, то есть у нас своя группа, мы обмениваемся, мы спрашиваем, и без разницы, это сейчас мы рассказываем про руны, говорим, мы разговариваем на все темы. На все, абсолютно. Вы знаете меня, что я учу не только пользоваться своими личными ресурсами, я обращаю внимание ваше на луну, на какие-то энергии, которые... То есть я учу воспользоваться всеми ресурсами, которыми обладает каждый человек, но мы просто этим не пользуемся. Кто-то об этом даже не подозревает, а кто-то знает, но не умеет этим пользоваться. И когда мы поймем, что вокруг нас, о нас заботятся, что мы не одни, не одинокие, о нас много, и о нас всегда заботится кто-то, что-то, что больше и круче нас, тогда жить становится легко. Я учу не бороться с трудностями, не там биться головой в стенку. Я учу людей жить легко, как я говорю всегда, легко, быстро и просто, чтобы всё давалось легко, быстро и просто. Вы захотели, цак, оно пришло, всё, наслаждаемся, идём дальше. Не через силу, через любовь, через любовь, понимание, принятие, только так. Это я уже... Это уже у меня сидит. На тебя посмотреть, это видно, понимаешь? Я всегда поражаюсь, ты прекрасно выглядишь, ты такая открытая, ты свободно говоришь. Благодарю. А я-то знаю, какая ты была полгода назад. Люди-то думают, что ты всегда такая была, как и обо мне, они смотрят и говорят, ой, ты такая. Так я была совсем другая. Это благодаря методу, я вот благодаря обучению, я стала таким человеком. Я перестала задумываться или угождать кому-то. Я стала в первую очередь, наверное, любить себя. Да. А когда мы любим себя, мы эту любовь дарим и другим. И это такая тоже заразная вещь. Этим заражаем мы друг друга, но это прекрасно на самом деле. И жизнь меняется, но меняется в лучшую сторону. Да. И вот потом выходят такие классные. Когда я смотрю, мои ученицы или люди, которые просто прошли консультацию, и они уже получили своё озарение. Но это только час разговора. А когда мы углублённо каждую сферу проходим, да, и не только свою, а видим сферу других, и как это у них отзывается, просто мурашки по коже идут. И тогда такие приходят осознания, которые меняют всю жизнь. Да, абсолютно. Расскажи, ты ещё будешь вообще курс проводить, обучение кого-то? Набираешь группу какую-то? Ты знаешь... Потому что мы-то уже закончили. Да, да. Ты знаешь, я вообще не собиралась, но сейчас очень непростое время. И октябрь, ноябрь, декабрь будет тоже непростое время. И я понимаю, вот я чувствую, что где-то там есть люди, которым нужна моя помощь. Вот правда. Сейчас у нас уже вот эти полгода были непростые. Вам повезло, когда вы начинали, помнишь, я говорила, успейте запрыгнуть в последний вагон. Да. Вы успели. Классно. Вы теперь едете бизнес-классом, знаешь, такая. Наблюдаешь и наслаждаешься. И покуриваешь трубку, грубо говоря. А кого-то колбасит. И сейчас вот это вот время, эти три месяца будут до начала следующего года. Мы будем все на американских горках. Все. Просто вы уже пристёгнуты, у вас есть шлемы на голове, и вы уже можете, как говорится, опять же, наслаждаться вот этим адреналитом, этим чувством. И всё классно. А кого-то будет колбасить и бросать со стороны в сторону. И поэтому я решила сейчас, вот уже в конце, да, уже через неделю, 30 сентября, я открываю новый заход, делаю новый набор для того, чтобы ещё вот те, кто хочет, но не успел тогда, не думайте, что всё пропало. Нет. Колбасить нас ещё будет 2-3 года, поэтому никогда не поздно, друзья. Никогда не поздно. Всегда есть выход. Всегда. И поэтому если вы чувствуете, понимаете, что вы сейчас в такой ситуации, вы не знаете, что делать, вы понимаете, что всё рушится, приходите на обучение, и вы получите те инструменты, благодаря которым вы пройдёте это непростое время для всех нас, но вы пройдёте совсем по-другому. Вот скажи, вот как ты, вот у всех катастрофа, у всех вот эта эпидемия, это ужасно, смотрите, что вокруг мире творится, но я знаю, ну это даже не так, не то, что мне хорошо, а всем плохо, нет, но я нашла вот эту свою, в свой стержень, я нашла то, на что я могу опираться, и это очень помогает мне в жизни, и это поможет вам. Я могу вам это объяснить, рассказать, показать, и вам станет легче идти по этому непростому времени. Поэтому, я повторяюсь, я опять открываю новый набор с 30 сентября. Если кто-то будет смотреть в записи и скажет, ой, я так хотела, но это прошло, не волнуйтесь, пишите мне, возможно, вы ещё можете догнать, возможно, я открою уже к этому времени другой набор, то есть, сделайте вот этот первый шаг, ведь его, вот как и ты когда-то, как и я когда-то, вот именно этот первый шаг трудно сделать, да? Да, 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 трудно осознать, что помощь тебе нужна, и именно здесь ты можешь найти ответ, потому что мы же тоже курс начинали именно в самый пик короны, самый пик короны был, и хотя я работала, я не сидела на карантине дома, я работала, но я находила время, мы подстраивались под мои смены, да, и мы занимались раз в неделю, и каждый раз я видела, что когда люди кругом ходят понурые, унылые, что корона, корона, у меня в голове не было короны, она была у меня на голове, на голове. Здорово! Понимаешь? Вот в чём разница, либо корона сидит у тебя в голове, либо на голове, поэтому я приняла для себя решение, что она у меня на голове должна быть, не внутри, поэтому когда ты задумаешь совсем о другом, ставишь в голове совсем другие мысли, у тебя нету вот этого сумасшествия, да, страха, ты спокоен, ты знаешь, что тебя это не коснётся, что это пройдёт стороной, пройдёт мимо, даже не в плане, некоторые люди не верят, что там корона есть, что это вы, она есть, но дело в том, что кого-то она зацепит, а мимо кого-то она пройдёт, я просто верила и знала, что мимо меня она пройдёт, я работала каждый день в больнице с коронавирусными пациентами, я заходила к ним в палацу, я была рядом с ними, и всё же, я сейчас сижу перед вами, я с вами разговариваю, я здорова, и всё почему, потому что благодаря Богу защита его, да, стоит так сильно, что, ну, никто не про... Как говорится, если Бог с тобой, то кто против тебя? Да. Поэтому всё зависит от этого, и я думаю, что если человек очень хочет изменений в своей жизни, изменений в лучшую сторону, то он прислушается, то он услышит именно те слова, которые он должен услышать, потому что мы знаем с тобой, что случайности не случайны, да, что это не просто сам ты приходишь к этому, тебя просто к этому приводят, просто мы этого не знаем. Но главное ещё, знаешь, главное считать это, то есть если вы слушаете, у вас внутри вот это чувство какое-то, ликование, у меня тоже так иногда бывает, я не понимаю, почему, что у меня так радует, но у меня что-то там внутри, ааа, да, и всё, я перестала сопротивляться, я понимаю, это моя душа, ликует, она хочет этого, и я это делаю, я не включаю мозг, реально это, нереально, а что там как с деньгами, а что скажет мой муж, или у меня нету, это всё отговорки на самом деле. Поверьте, если вы захотите, вы сделаете этот шаг, и вам всё вот прям как подстилочка, вдруг раз, 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 и будет складываться. Там и ступеньки, как на эскалаторе, да, как на эскалаторе ступеньки начнут появляться. Просто сделай этот шаг. Ты тоже тогда волновалась, вот у меня смена, как получится, я говорю, Оля, не волнуйся, всё решится наилучшим образом. И так и было, скажи. Да, да. Даже вот как-то в группе. Даже смены у меня менялись, помнишь, один раз я сказала, я так хочу на следующей неделе с вами быть, но у меня утренняя смена, я не смогу, и хоп, у меня поменяли смены, я была во вторую смену, я была. Чудеса случались, чудесные. Особенно вот после, у меня в школе 6 ступень. Я считаю, каждую ступень можно делать, то есть ты берёшь одну ступень, проходишь, и в конце я даю опять же, право выбора, для меня это очень важно. Хотите вы идти дальше или нет, и каждый может сказать, спасибо, вот это мне достаточно, я сейчас не хочу, не могу, да без разницы почему. И всё. А те, кто говорят, да, я хочу дальше, он идёт дальше. И таким образом, то есть у меня нету такой, знаешь, как купил кота в мешке, и потом уже нравится, не нравится, оплачено, или не нравится, ну, твои проблемы. Нет. Каждый раз, с каждой ступени я даю выбор, для меня это очень важно. Право выбора. Хотите, пойдём, не хотите, тоже здорово, я не обижаюсь, желаю всего самого хорошего, и всё. После какой ступени у нас начались вот такие чудеса твориться? А, точно, после трёх. Я не знаю, заметила, обратила ты внимание или нет. Обратила. Вот три ступени, я говорила всегда, что если вы хотите быть консультантом, вам надо пройти три ступени. Это важные ступени, это мы изучаем, кто я такой, кто я такая, кармические задачи рода, отношения с мужчиной, как зарабатывать деньги, в чём твой талант, как раскрыть себя, здоровье. Вот это самые такие основные, да, темы были, которые, говорю, вот если вы хотите консультировать, вы должны это пройти. Вот это три ступени. Кто-то заканчивает одну и говорит, мне этого достаточно. И это так, для себя, как пользователь, пожалуйста, для своей семьи, прекрасно, одна-две ступени, это так, пользователь, я называю, для себя, супер. Но если вы хотите ещё и заработать деньги, а это реально, и я всегда учу учеников, настаиваю, чтобы они не делали бесплатно, это ценная информация, это драгоценная информация. Поэтому деньги не из-за прибыли, это энергообмен, это энергообмен, и это обязательно. И после трёх ступеней пошли такие у всех, начинайте рассказывать о таких чудесах, мурашки по коже шли. И я знала для себя, что вы готовы, вы готовы. А вообще, а остальные там уже для профи, там уже такие темы, что просто волосы дымом становятся. Да, да, да. И думаешь, как это возможно, это там уже настолько глубина, это необъяснимая, необъятая глубина отношений. Но если не побояться и нырнуть, то это вообще. Это же стоит, но это стоит того. Потом уже всплывать неохота наверх, хочется всё время быть там в глубине, хочется всё там копаться, рыться, искать, смотреть, потому что каждый раз находишь, вот кажется, моя матрица, я уже её рассмотрела вдоль и поперёк. Но каждый раз заглядывая туда, я нахожу что-то для себя новое, какое-то новое откровение. И она у меня всегда лежит, я её распечатала, и она лежит у меня всегда перед глазами. И каждый раз я что-то за какую-то цифру цепляюсь за новую и начинаю более глубоко её рассматривать, и начинаю смотреть, чем она мне может эта цифра помочь. И поэтому мне очень нравится. Я рада, что я нашла для себя этот метод, что я вижу, потому что помощь от него, от этого метода, именно от матрицы, мне идёт помощь. И некоторые при слове матрицы начинают вспоминать Нео, который в матрице был. Каким-то смыслом это похоже, ты отключаешься вот это всё, ты перерождаешься, ты появляешься как будто новая ты на свет, и совсем другой от тебя идёт посыл, совсем другие эмоции, другая заряженность, и другое отношение к людям, и понимание совсем мира другое. У тебя поворачивается взгляд, и ты уже осознаёшь, что ты действительно другой человек. И что мир прекрасен. Да, не так ужасен на самом деле, как вот его описывают. Просто люди учатся видеть всё другими глазами. Это не про розовые очки, не про наивность. Нет, нет, абсолютно. Вы хозяин своей жизни, своей судьбы, и вы рулите, и выбираете так, как вам надо. И вы увидите, как другие люди реагируют, не негативно, а они видят это, и они тоже так хотят. И я уверена, что к тебе намного чаще люди стали обращаться, они считывают это, и они начинают прислушиваться к вам. Это так. Это дорого. Я тоже хочу от себя добавить, что я рекомендую тем, кто хочет измениться, попробовать изучение матрицы. Если это не ваше, вы можете в любой момент отказаться. Да. А если вы чувствуете, что вас, как говорится, понесло течение, вас подхватило, и вы хотите идти дальше, узнать больше, и применять будете больше эту практику в своей жизни, то, значит, это ваше, значит, ну, как предназначение твое, да, по жизни, которое мы тоже рассматриваем матрицей. Для чего вообще твоя жена здесь, жена, душа переродилась здесь, вот в этом мире, да, именно в это время, для чего она пришла вообще в этот мир, и что она хочет здесь делать, что поменять она хочет. И что самое тоже для меня было важное, это мы изучали... Скажи мне, я тебе скажу. Кармическую заказу. Когда мы матрицу мужа и жены, мы совместимость делали и смотрели, насколько гармоничен ваш брак, да, и как можете вы его еще улучшить. Вот, это тоже, это поможет очень многим семьям разобраться, почему эти отношения у вас именно такие, а не другие. И через эту совместимость каждый, мужчина или женщина, может для себя тоже открыть что-то, да, как можно изменить свою супружескую жизнь, свою семью, брак свой, сделать лучше. Это тоже большой плюс, потому что, когда я слышу слово развод, мне очень жалко, потому что во многих семьях детки, да, это так отражается на детях, так это все, ну, болезненно переносит. И я бы вот, очень хотела бы тоже и таким людям помогать, которые вот хотят улучшить свою именно семейную жизнь, но не знают, сохранить свой брак. Некоторые же, они даже не пытаются что-то сделать, они просто все бросают и уходят. Некоторые не знают, что делать с этим. И да, или не знают. Почему у них такие испытания. А когда вы поймете, для чего вам это, так просто становится делать какие-то решения. И если вернуться вот к совместимости в паре, это мы тоже эту тему проходим, это же не только про мужа и жену, это можно совместимость с ребенком смотреть, это совместимость с родителем. То есть как любые отношения с коллегой, с соседом, с кем угодно. То есть там вы видите, что благодаря матрице вы можете любую сферу, которая у вас есть, ее можно улучшить. Сбалансировать, без разницы, гармонизировать, уравновесить, улучшить. Называйте как угодно. Но любую сферу мы разбираем до самых косточек. И вы начнете, вы сами, не я вам буду показывать, вы научитесь сами. Да, мы сами рассматривали свои матрицы. Давай еще пару тем перечислим, какие темы мы еще рассматривали. Допустим, родительско-детские отношения, это когда с мамой или с папой, какие у вас отношения, что в вашу жизнь принес папа, что стоит от матрицы, по мужской, или в матрице, по мужской, либо по женской, задачи рода. Потом мы еще рассматривали. Отношения с детьми, то же самое. Что вы должны дать ребенку, что ваш ребенок ожидает от вас. И когда мы перестаем требовать, а смотрим сначала на себя, что я где-то, возможно, не дорабатываю, или, возможно, что я не получил от своих родителей, поэтому мне трудно дать это детям. Это такая глубинная работа. Когда видишь результаты, ты... А ты видишь, что это приносит результаты, на самом деле. Это не болтовня, это не теория, это практика. Вы будете видеть, что это работает. И если... Или вот, допустим... Перебила тебя, извиню. Допустим, когда человек вот тоже о работе задумывается, что-то его в работе не устраивает, или он чувствует, что он не хочет здесь находиться, также можно благодаря матрице посмотреть, может быть, у тебя есть какой-то скрытый талант, благодаря которому ты можешь не просто сделать его как своим хобби, зарабатывать на этом. Ты можешь, открывая свой талант, продвигая его вперед, ты можешь начать зарабатывать такие деньги, то есть ты благодаря таланту открываешь еще и денежный канал в своей жизни. Это тоже, смотря какая цифра у тебя стоит в матрице, мы тоже это открываем, смотрим, кроме предназначения, также это смотрится в матрице. Смотря какая цифра стоит в деньгах, например, тоже есть возможность изменить. Учим, как через отношения улучшить свой финансовый поток. То же самое, как жить в благости, не только в любви. Часто раньше нас учили или по расчету брак, ты будешь в деньгах, но нету любви, или любовь в шалаше. Алло, я учу и в любви, и в благости, и в деньгах, и все, что к этому принадлежит. Не надо ограничений. Вот мы начинаем сбрасывать ограничения, я начинаю учить, показывать, как это возможно, и берем все, захватываем и несем это дальше. Вот это, не о скромности, не сказать, сказать, да, я такая, вот как ты сказала, у меня корона на голове. Да! А почему нет? А туда? Тут так и да. Потому что ты такая есть, потому что ты раскрылась. На самом деле, каждый из нас уникален, но мы в это не верим, потому что нам с детства говорили, сиди, не дергайся, будь как все. А матрица говорит, нет, ты не такая, как я, я не такая, как ты, кто-то еще по-другому. И это классно. Это не значит, что кто-то хуже, кто-то лучше. Мы все классные. И мы все очень нужны друг другу. Но только надо уже раскрыться и вот давать то, что мы можем лучше всего, давать обществу. И тогда попрет. Друзья, да. Нужно научиться убирать эти рамки, и все придет. Научиться верить, открытой душой идти в мир, к людям, открытыми глазами смотреть, совсем менять свой взгляд. И рамки эти, про которые ты говорила, это очень много значит. Вот когда убираешь эти рамки, тебе в голову совсем другие мысли приходят. И даже некоторые думают, что нет, у меня нет никаких ограничений. А когда мы начинаем затрагивать тему, помнишь про тему денег, да? Когда я говорила, кто-то пришел и подарил вам миллион. Так многие говорили, нет, я не возьму. Как? Да, да, да. То есть это такие элементарные вещи, где мы думаем, я такая вся открыта и так далее. А сами на элементарном, мы даже не замечаем. А я вам в каком-то смысле открываю глаза о том, что мы говорим, как мы говорим, что мы думаем, да? И вот это, и там вот идет вот этот потенциал, поток. И потом, это как снежный ком, он все больше, больше и больше, и все круче и круче. Я хочу пригласить всех ко мне на обучение, всех тех, кто желает, те, кто сильный, те, кто смелый. И тем, кому надоело вот быть в качестве жертвы, если вы готовы изменить свою жизнь к лучшему, и это я вам обещаю точно, то приходите, пишите мне, подписывайтесь на мой инстаграм, пишите, подписывайтесь на ютуб, там тоже очень много информации, вы получите в доступном образе, да, то есть много открытой информации, которой я делюсь. Друзья, начинайте действовать, сейчас непростое время, но вы не одни. Вокруг вас есть много светлых людей, которые готовы вам помочь и которые готовы вам подать руку помощи, просто примите это, но выбор за вами. Я желаю вам всем благополучия, найти свой внутренний стержень, найти свою силу, раскрыть свой талант, свой потенциал, как это сделала Олечка. Олечка, большое спасибо за вот этот интересный разговор, за твой взгляд, как это ты прожила, как ты прошла через это. Я думаю, что это важно было услышать многим из нас, и возможно, ты что-то хочешь сказать напоследок. Конечно, я хочу поблагодарить вообще, что ты появилась в моей жизни, что сейчас мы с тобой общаемся на прямом эфире в Инстаграм, что Матрица вообще пришла в мою жизнь через тебя, что через тебя я получила такие возможности, да, и я благодарю каждого, кто сегодня был у нас на эфире, благодарю за плюсики, что вы нам ставили, за то, что вы нас слушали, и если у вас есть еще вопросы, вы можете писать, не обязательно при просмотре прямого эфира, может быть, вы будете в записи потом смотреть, пишите, мы вам всем ответим, можете писать мне, можете писать Татьяне, я могу передать потом Татьяне ваши какие-то вопросы, но подумайте о том, что мы сегодня рассказали, подумайте о возможностях Матрицы, о том, что она может изменить вашу жизнь именно в лучшую сторону, не бойтесь брать ответственность на себя, не бойтесь брать ответственность за свою жизнь, за жизнь своих детей, там, родственников, помогите себе, и это будет классно, вы не пожалеете вообще ни разу. Спасибо всем большое. Спасибо. Осталось 27 секунд, давай мы прощаемся, всех люблю, всех целую, и обнимаю. Пока. До свидания, мои дорогие. До новых встреч.